Сегодня в выпуске. День памяти погибших подводников. Итоги операции «Должник». Информация пресс-службы ОМВД России по Смоленской области. Пресечена деятельность нелегального цеха по производству древесного угля. У жителя Вязьмы изъято около килограмма марихуаны. В областном центре выявлен товар с признаками контрафактности. Погибших моряков-подводников вспоминают в России ежегодно 7 апреля. Этот день в качестве памятной даты выбран не случайно. Экипаж морского собрания Десногорска, многие с семьями, собрались по традиции у памятника погибшим морякам, чтобы почтить память погибших моряков-подводников, самоотверженно выполнявших свой долг перед Родиной. «Мы не будем забывать о той памяти всех погибших моряков и в годы войны, и во время Холодной войны. Но сегодня особый день. 7 апреля погибла одна из лучших лодок советского флота, комсомолев. 7 апреля 1989 года. Эта катастрофа вынесла в жизни многих моряков. На первом съезде Международной ассоциации моряков-подводников в городе Санкт-Петербурге было вынесено постановление считать этот день днем памяти всех погибших моряков-подводников». «Профессия моряка-подводников всегда считалась одной из самых опасных и героических. Она значит, что среди всех видов военных сил моряки считаются одним самым героем. В то же самое время среди моряков, условно, подводники являются чем-то особенным. Легендарный советский подводник Магомед Гаджиев очень емко сказал подводники «либо вместе побеждают, либо вместе погибают». Вот эта короткая фраза наиболее емко отражает суть профессии подводника и привносит некий мистический ореон. Основная нагрузка легла на подводников в годы Холодной войны. То есть на их плечи выпала самая чудовищная часть противостояния двух супердержав. Отсюда такое количество жертв. Почти тысяча человек, более 800 человек, 12 подводных лодок потерпели катастрофу. Из них шесть ушли на дно вместе со всем экипажем». Настоятель православного храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей отец Виталий отслужил краткий молебен. «Несмотря на то, что во дни Великого Поста богослужение священник совершает чаще всего в ризах черного цвета, только один день в посту священник облачается в ризы цвета морской воды. Это праздник Благовещения. Именно в этот день мы вспоминаем гибель нашей непревзойденной подводной лодки, комсомолец. И, наверное, в этом есть некий особый духовный смысл. Видимо, Господь принимает души погибших моряков, моряков-подводников, как тех, кто до конца, до последнего вздоха остался верен своему воинскому долгу». Закончился митинг возложением цветов к подножию памятника погибшим морякам всех поколений. В период времени с 18 марта по 31 марта 2015 года на территории города Десногорска подразделением ЕБДД ОМВД России по городу Десногорску совместно со службой судебных приступов проведено профилактическое мероприятие «Должник», направленное на привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации лиц, не уплативших штраф, установлено законом срок. В период проведения мероприятия привлечено к административной ответственности за неуплату административных штрафов, установленный законом срок, семь граждан нашего города. Такие мероприятия по привлечению должников будут проводиться на протяжении всего года. Об своих штрафах граждане нашего города могут узнать на сайте госавтоинспекции. Также могут узнать в отделении ЕБДД по городу Десногорску в период времени с 9.00 до 18.00 каждый день, кроме воскресенья. В конце марта сотрудники полиции Ярцева получили оперативную информацию о том, что около деревники Слова Духовщинского района нелегально производится древесный уголь. Прибывшие на место оперативники обнаружили там восьмерых рабочих, ни один из которых не смог пояснить, кто является хозяином данного предприятия. В помещениях цеха полицейские обнаружили 17 металлических бочек объемом в 3 тонны каждая, в которых производился уголь. Никаких документов, разрешающих данную деятельность, у работников предприятия не оказалось. Кроме того, при осмотре помещений полицейские обнаружили и изъяли порядка трех тонн готовой продукции, расфасованной по мешкам. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, личные стимулистные нахождения хозяина производства устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное предпринимательство». 4 апреля сотрудниками уголовного розыска была получена оперативная информация о том, что 30-летний житель одного из поселков в Вяземском районе может хранить у себя дома оружие и наркотические средства. В ходе обыска, проведенного по месту жительства гражданина, полицейские обнаружили в гараже полиэтиленовый пакет, в котором находилось вещество зелёного цвета растительного происхождения. Хозяин дома, находившийся, как показало проведённое освидетельствование в состоянии наркотического опьянения, пояснил, что обнаруженное полицейскими является марихуаной, которую он нашёл неподалёку от деревни, высушил и хранил для собственного употребления. Кроме того, в одной из комнат дома полицейские обнаружили и изъяли гашишное масло и шесть патронов калибра 7,62, которые, согласно справке эксперта, пригодны для производства выстрела. Подозреваемый задержан в административном порядке. Решаются вопросы возбуждения в отношении гражданина уголовных дел по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями 222 и 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции у МВД России по Смоленской области выявили факт реализации товара с признаками контрафактности. Продажа одежды с воспроизведением известных зарубежных товарных знаков осуществлялась на улице 25 сентября областного центра. Стражи порядка изъяли из отдела, расположенного на первом этаже одного из торговых центров, одежду и обувь с воспроизведением известного зарубежного товарного знака. Спортивные костюмы, куртки, шапки, кроссовки и другое имущество. Всего полицейскими изъято порядка 480 единиц одежды и обуви. Всё изъятое направлено на экспертное исследование. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное использование товарного знака. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова